Всем привет! Сегодня у нас утро, 10 мая, поэтому поздравляю всех уже с прошедшим праздником Победы. Значит, проснулся я, и в рекомендациях мне вылезло видео, ну, одного небезызвестного автора, обзор аккумуляторного компрессора, вот этого вот. Ссылку на то видео, где обозревается этот компрессор, вы найдете в описании под этим видео. Но забегая вперед, скажу, что такой компрессор на Алиэкспресс без аккумуляторов стоит 3,5 тысячи рублей. Также все вы помните, что в свое время, да и сейчас они встречаются, но в свое время, пару лет назад, в магазине Светофор продавались вот такие компрессоры. Стоили они 520 рублей, поэтому тогда еще я подумал, что это очень дешево, и прикупил аж 3 штуки. Два были очень хорошие, то есть они работают до сих пор, работают от 12 вольт, от розетки автомобиля, как и полагается. А один был такой себе, то есть он не выдавал более 3 атмосфер. И его как раз-таки я решил переделать под аккумуляторный. Вот, значит, этот компрессор. Он почему-то изначально качал как-то хреновенько, то есть, как я уже сказал, более 3 атмосфер не выдавал. Все вы знаете, что у аккумулятора напряжение 12,5 вольт, но бортовая сеть у нас 14,6. И как бы все, кто качает колеса, всегда запускают двигатель, чтобы компрессор накачал у нас колеса быстрее. Так вот, что я сделал? Я просто взял вот такое вот крепление от убитой болгарки, которая уже давным-давно сгорела, прилепил к компрессору кусок фанеры, к ней прикрутил вот этот разъем. Обороты компрессора очень сильно увеличились, ну, потому что, по сути, конечно же, добавилось у нас как минимум вольт 6 в него. Ну и давайте сейчас покажу, как он работает. Вставляем в него 18-ти вольтовую батарею, также, можно сказать, под систему Makita. Клавиша включения, она как была у штатного, так и осталась. Вот она. Компрессор запустился. Пережимаю шланг. И, как вы видите, он выдает 6 и 7 атмосферы. То есть, от автомобиля, он может быть какой-то бракованный, от автомобиля он выдавал не более 3 атмосфер. Вот этого аккумулятора с такими оборотами почти 7 атмосфер. К чему я, собственно, веду? К тому, что на Алиэкспрессе аккумуляторный автомобильный компрессор стоит 3,5 тысяч. Светофоровские были по 520 рублей. Также есть подобные компрессоры за 2000 рублей, двухпоршневые, которые питаются от аккумулятора автомобиля. Так вот, у них производительность вообще лютейшая. То есть, они качают как сумасшедшие. Такого компрессора у меня, конечно, нету. Такой еще не покупал. Ну, вот просто представьте, что если к тому компрессору двухпоршневому подсоединить аккумулятор, то есть, какая производительность станет у него, как он будет накачивать. Он и так, по сути, шины внедорожников без проблем накачивает. Ну, а если аккумулятор подсоединить? И, в общем, я веду к тому, что я не вижу вообще, допустим, смысл покупать какой-то вот такой вот аккумуляторный компрессор. Как я уже сказал, ссылку на то видео я оставлю в описании к этому видео. Там человек разбирает этот компрессор, показывает, что у него внутри. По сути, у него внутрянка, ну, там просто ни о чем. Там поршень, там все достаточно такое маленькое. Такое хлипенькое, что, по сути, проще, как бы, взять нормальный, полноценный двухпоршневый компрессор за 2500 рублей, прилепить к нему такой разъем, который стоит, ну, даже если взять на Алике, 300 рублей, и качайте вы свои колеса. Ну, это чисто мое мнение. Своё мнение вы можете оставить в комментарии. И до сих пор скажу, что, вот как я несколько лет назад покупал эти три компрессора, два, те, они также работают всё исправно от аккумулятора автомобиля, а вот этот также работает от аккумулятора 18-ти вольтового, и ничего с ним не происходит. То есть он не перегревается, он вполне хорошо накачивает. Поэтому мое мнение такое, а своё вы оставьте в комментариях. Ну, а у меня на этом всё. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующих видео.